так всем привет вы находитесь на канале ручная сборка и смотрите видео про халявное электричество из батареи отопления так в чем принцип этого устройства устройство простое батареи отопления плюс кабель ну можно сказать обмотка сейчас перед вами вот намотана 30 метров кабеля это переноска обычная переноска сечение два с половиной миллиметра провода ну двойной провод круче обычная переноска под болгарку и так далее 30 метров сейчас я вам покажу что она может выдавать ну сначала чуть-чуть предыстории немножко прям короче я сначала начал понятно что не на отоплении когда мне эта мысль пришла в голову проверить я это попробовал на водопроводной трубе сделать и короче там чуть-чуть получилось скажем так не немного тока я не знаю почему скорее всего от того что труба водопроводная она все-таки тонкая здесь три трубы широких больше металла скорее всего и так далее ну что я заметил какой эффект когда на водопроводной трубе вода не течет электричество нет открываешь кран электричество появляется то есть на трубу намотал переноску и получается электричество немного но все-таки есть и решил попробовать то же самое сделать на отоплении и сначала делал с утра так как у меня там отопление не центральная печное я это сделал когда печка не горела и никакого эффекта только потом до меня дошло что надо попробовать когда горит печка когда движение воды по трубам идет и сейчас я вам покажу какой получается с этого эффекта так 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 сразу на объясню тоже да короче тут провод намотан витки что тут еще всего в общем то получается у нас так как провод у меня двойной получается что две параллельно намотанные обмотки то есть вот резетка и вот вилка там два конца на вилки и на резетке два конца здесь у меня на один выход прикручена провод переноски ну с этой с лампочки то есть вот он идет провод и он идет туда куда я его сейчас будут втыкать вот он край ну короче край увидите и так же само здесь ну а на резетке чиновилки другой это уже щуп от тестера у меня крокодильчиков нет на тестере и поэтому я его примотал изолентой думаю видно что тут никаких махинаций щуп прикручен изолентой примотанный провод все так дальше поехали ракурс я монтажа никакого устраивать не буду все снимается одним кадром одним дублем чтобы меньше было критики так или теперь мы получается к одним концом подключим сейчас лампочку а в другим тестер и посмотрим что будет выдавать и так подключаем лампу так лампа тоже я сразу не обещаю вам что она загорится прям как ярким днем как обычная лампа но просто добиться того чтобы такое устройство хотя бы накаляла чуть-чуть не днить накала я думаю это дорогого стоит просто я подключал лампу 95 ватт она еле-еле накаляется сейчас лампа стоит 60 ватт она хоть более-менее что-то видно заметно и так подключаем так видно то будет все видно вот он провод и вот он с лампы и подключаю его в этот край накал пошел но это максимальный накал все но она не скачет правда когда вернее в обратную сторону я не испытывала когда вот печку разжигаешь включаешь она вообще не горит и потом по мере разгона воды по системе начинается все больше 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 свечения ну и максимум что я получал скоб 35 вольт и получас она выдает 35 вольт сейчас я подключу тестер тоже в другой в край розетки и увеличу тестер но но и так должно быть видно посмотрим сколько там напряжение будет да еще он почему-то вот показывают на одной только подсоединенной один щуп подсоединю минусовой уже показываю 7 вольт не знаю почему это происходит опачки сейчас она попрыгает напряжение немного и и вот они можно сказать 33 вольта глампа горит не моргает такое вот получается кино я не знаю физику этого процесса почему это происходит короче движение воды вызывает электричество мое мнение такое а как это от чего получается но это еще нужно экспериментировать главное что она работает опа есть то есть обычный провод намотанный на батарею дает хоть какое-то электричество да еще теперь я вам скажу нужно обязательно заземление то есть водопровод понятно он заземлен а вот отопление нужно чтобы было заземление без заземления это дело не работает ну и понятно что отопление должно быть не пластиковые современные где радиаторы только алюминиевые а между ними трубы пластик такое не пойдет нужно что полностью металлические трубы ну я думаю в городской квартире где старая еще отопление у себя у всех на на усе россия на старое если только сам кто не переделывал это как способ освещения например любые лампы дневного света какие сейчас люстры там светодиодные так далее если лампа загорается то люстра будет гореть на ура запросто вот так но я не знаю наверно всего на этом до пробовал я это у меня получается 30 метров и выдает 35 вольт короче мне даже нечем пробовать добиться 220 будет ли она вообще 220 потому что это придется намотать 200 метров провода меня же нас дома выгонят если я тут 200 метров притащу батарею обматывать начинал я делать переноской 10-метровой ну там и 12 вольт не добился даже я не знаю чего это зависит правда там сечение другое опять там тоньше переноска это переноска у меня вот я брал делал специально для того чтобы сварку подключать болгарку мощный провод напомню сечение два с половиной миллиметра вот да еще можно поэкспериментировать будет так как кабель и две обмотки то можно будет попробовать сделать например скрутить их вместе но это придется хотя обрезать не придется замкнуть там в резетке и заход на вилке и получится уже два раза толще кабель обмотка из него уже брать пробовать но я не думаю что напряжение повысится сила тока повысится может быть лампочка будет гореть ярче ну все равно хоть так работает это уже плюс это уже так короче ладно все хватит балаболить подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки обязательно я так думаю что на этом видео дизлайков будет в разы больше чем лайков но это ничего все нормально пишите на адекватные как комментарии я отвечу на всякие там дебилизм отвечать конечно не буду скорее всего блокировка вас ждет и так далее ну что вам еще сказать наверное все тогда если вы может заметили сверху вот эта фанера это просто защита от света потому что когда ее сейчас уберу получается лампочка бликует лампа получается вот видите и на камеру не сильно видно что она и зажигается поэтому я просто поставил фанеру сюда чтобы убрать этот блик а так друзья как вам уже показал что тут никаких дополнительных проводов ничего просто намотана обмотка скажем так что-то типа трансформатора только место 2 обмотки тут вода бежит по трубам но это мое такое мнение возможно она очень глупо и и объяснение этому процессу совсем другое поэтому вам решать стоит это вашего внимания или нет я так думаю что нюансов здесь может быть много я же говорю сечение трубы толщина кабеля длина кабеля и так далее и тому подобное возможно даже направление движения воды направление обмоток я вот мотал получается от себя против часовой может быть по часовой намотаешь будет по другому не знаю короче как это играет что играет но это работает все всем пока спасибо за просмотр